То, что принимать себя, тоже наука, участники этой дискуссии знают точно. Психологи, работающие с подростками, говорят, что стадию нелюбви к собственной внешности проходит каждый из нас. Отсюда яркие стрижки, одежда, пирсинг и тату. Родителям важно не упустить, когда это начинает выбиваться за рамки варианта нормы. Родители, кажется, что у него низкая самооценка, он обзывает себя какими-то грубыми словами. Например, я тупой, некрасивый, я ужасен. Конечно, лучше сходить к специалисту, потому что непринятие своей внешности очень часто является симптомами различных расстройств. Ну, например, одно из расстройств – нервная анорексия. И вообще, расстройства пищевого поведения, они всегда сопровождаются непринятием своей внешности. Очень много мам, особенно молодых мам, которые видят картинку худых девочек в модельной внешности, они хотят, чтобы их подросток, который в пубертате, был ровно таких же размеров и такой же, так скажем, картинки. А так нельзя. А это уже врачебная практика. Смысл в том, что на мир и самих себя дети учатся смотреть глазами родителей. Психологи советуют им не строить воспитание, указывая лишь на недостатки. Хвалить и принимать своего ребенка нужно обязательно. А задача психологов – помочь найти ключ к взаимопониманию в семье, говорят участники дискуссии. Хотя здесь уже обсуждали и проблемы профессии. Большая текучка кадров в образовательных организациях именно педагогов-психологов. Они учатся, работают от силы год-два и уходят на другие специальности, в другие организации, поскольку работа тяжелая, детей много, ставок мало. И очень тяжело в том плане, что только обучишь специалисты и приходит новый. Участниками Краевой недели психологии стали более 700 человек, причем не только из Алтайского края, но и из других регионов страны. Такой обмен опытом поможет, если перефразировать маленького принца, научить подростков приводить в порядок свой внутренний мир, без чего не наведешь порядок на своей планете. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком.